Инвалиды второй группы являются чуть менее уязвимы в социальном плане категории населения, нежели инвалиды первой группы, а потому им полагается практически идентичный набор льгот, особенно если речь идет о нетрудоустроенных людях с ограниченными возможностями здоровья. Предлагаем выяснить, какие федеральные льготы есть у инвалидов второй группы, важно знать о своих правах, чтобы добиваться положенной государственной помощи. Какие федеральные льготы есть у инвалидов второй группы? На бумаге у инвалидов второй группы имеется множество льгот немногим меньше, чем у инвалидов первой группы, но некоторые из них сложно оформить из-за оговорки в порядке очереди, а о других привилегиях ответственные органы власти попросту умалчивают. Разберемся, какие льготы получить просто, а какие сложно, практически всем инвалидам второй группы удается добиться предоставления им следующих преференций – скидок по оплате коммунальных услуг, освобождение от налогов и оформление вычетов. Бесплатного проезда в общественном транспорте и льгот по ПДД, освобождение от госпошлины при обращении в суд. Достаточно сложно инвалидам второй группы воспользоваться своим правом на следующие льготы. Жилье по договору социального найма, очереди огромные, а квартир мало, земельные участки на безвозмездной основе, желающих много, земли в пределах. Населенного пункта мало, трудовые привилегии. Работодателям невыгодно принимать на работу инвалидов, а потому люди с ограниченными возможностями не настаивают на оборудовании специализированного рабочего места и прочих уступок. Со стороны нанимателя, лишь бы получить возможность зарабатывать, скидку по нотариальным услугам, нотариусы зачастую игнорируют права инвалидов на льготу по оплате их услуг, внеочередное обслуживание иногда проще выстоять очередь. Чем объяснять людям свои права? Бесплатное лекарство. Социальные аптеки зачастую отказывают в выдаче медикаментов из-за их отсутствия на складе, хотя по закону лекарства обязаны доставить в кратчайшие сроки средства реабилитации. Слишком сложная процедура получения такого рода помощи, путевки в санаторий и билеты на проезд до санатория, очередь дождаться практически невозможно, льготников много, а путевок мало, зубные протезы опять-таки очередь, а иногда. И отсутствие стоматологии поблизости, заключивших договор с Минздравом. Чрезвычайно сложно, читайте невозможно, отстоять свое право на следующие меры поддержки. Социальное обслуживание на дому, мало в каких регионах наблюдается достаточное количество социальных работников, переоборудование квартиры. Инвалида требуется пройти такую сложную процедуру и обойти такое количество инстанций, а то и обратиться в суд, что никто не решается на такой путь, оборудование пандуса для колясочников у подъезда, управляющие компанией не заинтересованы. Внесение такого рода расходов, а потому требования просто игнорируются с отсылкой на отсутствие денег. Жилищные льготы, какие федеральные льготы есть у инвалидов второй группы, это наиболее существенные привилегии, а потому добиться их предоставления особенно сложно, бесплатный участок земли под сад, огород и строительство. Жилое помещение по договору социального найма, сила учетом увеличенной нормы жилой площади на один инвалида 36 КВ, М минимум. Льготы по оплате ЖКУ, какие федеральные льготы есть у инвалидов второй группы, важно. Льготы по ЖКУ предоставляются в форме компенсации. Это значит, что сначала должна быть оплачена полная стоимость коммунальных услуг, а затем власти присылают на счет в банке компенсацию половины их стоимости. Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для инвалидов второй группы включают в себя следующие привилегии. Скидка 50% на оплату коммунальных услуг и квартлаты по договору социального найма. 50% на ее скидку на капитальный ремонт многоквартирного дома и с недавних пор на вывоз твердых бытовых отходов. Теперь услуга по утилизации мусора также включена в счет по ЖКУ. Субсидия на оплату половины стоимости твердого топлива, дров, угля и его доставки для печного отопления домов без центрального отопления. Медицинские льготы. Какие федеральные льготы есть у инвалидов второй группы? Инвалиды второй группы имеют практически те же права, касающиеся льготно-медицинские услуги и товары, что и инвалиды первой группы. Бесплатные лекарства и медицинские. Приборы, но только в том случае, если речь идет о неработающем инвалиде второй группы, в противном случае, льгота заключается в предоставлении скидки 50% на рецептурные медикаменты. Бесплатная путевка в санаторий не чаще один раз в год. По факту ждать приходится годами. Зубное протезирование в муниципальных и государственных стоматологиях, заключивших соглашение с Министерством здравоохранения. Переоборудование квартирой, установка пандуса в многоквартирном доме при необходимости, если того требуется ИПР. Транспортные льготы. Какие федеральные льготы есть у инвалидов второй группы? Важно. Предполагается, что сопровождающее лицо инвалиду второй группы не нужно, а потому льгот на оплату транспорта для третьих лиц нет только для самого льготника. В сфере транспортных отношений людям с ограниченными возможностями также полагается немало льгот, особенно тем, кто является малоподвижным и незрячим. Бесплатное пользование общественным внутригородским транспортом, но только... В случае, если инвалидность связана с проблемой со зрением или передвижением. Бесплатный проезд железнодорожным транспортом до санаторно-курортного учреждения и обратно до места проживания. Если до здравницы доехать на поезде невозможно. Будет оплачен билет на самолет, но только в этом случае. Также существует рельготы по правилам дорожного движения. Возможность заезда за знак движения запрещено. Право на парковку в зоне действия знака «Стоянка» запрещена. Возможность установки знака на автоинвалид, что дает право на бесплатную парковку на платных муниципальных парковках, парковку автомобиля на специально выделенных для инвалидов парковочных местах. Налоговые льготы. Какие федеральные льготы есть у инвалидов второй группы? Льгот со стороны Федеральной налоговой службы насчитывается пять. Другое дело, что для инвалидов такие льготы вообще редко когда актуальны, ведь в большинстве своем люди. С ограниченными возможностями не могут найти работу. Стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 500 рублей в месяц. Скидка по уплате налога на землю, обычно 600 КВМ, освобождаются от налогообложения, но иногда больше, зависит от региона. Полное освобождение от имущественного налога в отношении одного объекта недвижимости, коттеджа, квартиры, комнаты. Скидка по уплате налога на автомобиль, размер которой зависит от региона, если авто специально оборудовано для управления инвалидом, такое ТС полностью освобождается от налогообложения. Как пользоваться налоговым вычетом разберем на примере. Допустим, инвалид второй группы получает заработную плату в размере 15 тысяч рублей в месяц. Если бы он уплачивал НДФЛ с доходов на общих основаниях, сумма налога составила бы 15 тысяч рублей умножить на 13% равно 1950 рублей, а будучи льготником, гражданин уменьшает налогооблагаемую базу на 500 рублей каждый месяц и уплачивает налог со следующей суммы. 15 тысяч рублей 500 рублей равно 14 тысяч 500 рублей НДФЛ к уплате с учетом налогового вычета составят в таком случае... Он уплачивал НДФЛ с доходов на общих основаниях. Субтитры создавал НДФЛ с доходов на общих основаниях. Субтитры создавал НДФЛ с доходов на общих основаниях. 14500 рублей умножить на 13% равно 1885 рублей, 65 рублей экономия на НДФЛ в месяц. 14500 рублей умножить на 13% равно 1885 рублей. Льготы на юридические услуги. Какие федеральные льготы есть у инвалидов второй группы? Льготами на юридические услуги люди пользуются нечасто, и тем не менее, в нужный момент эти привилегии помогут сберечь бюджет инвалидов второй группы. Оплата нотариальных. Услуг по льготному тарифу. Освобождение от уплаты государственной пошлины при обращении в суд. Общей юрисдикции или с имущественным иском на сумму до 1 миллиона рублей. Трудовые льготы. Какие федеральные льготы есть у инвалидов второй группы? В том случае, если физические недостатки не мешают инвалиду второй группы справляться с рабочими обязанностями, и ему удалось найти работу, наниматель должен ознакомиться. С его индивидуальной программой реабилитации ИПР. Условия работы не должны ухудшать здоровье сотрудника. А потому закон обязывает начальство сократить рабочий день инвалида на 1 час. То есть работать инвалид второй группы будет 7 часов в день, а получать зарплату как за 8 часов в день. Отпустить работника в ежегодный оплачиваемый отпуск на большее количество дней, нежели остальных, а именно на 30 календарных дней. Проверить, не нарушают ли условия работы указания ИПР. Отказаться от принудительного привлечения сотрудника к неурочной ночной работе и к работе в праздники и выходные. При этом можно заручиться письменным согласием инвалида и тем самым узаконить привлечение его к такому труду. Федеральные льготы для инвалидов второй группы таблица. Подытожим все вышесказанное. В таблице, представленной ниже, вкратце изложена вся информация о льготах, которые предоставляются инвалидам второй группы вне зависимости от того, в каких регионах страны они проживают на постоянной основе. Номер разновидность льгот подробные. Сведения жилищные льготы 1. Улучшение жилищных условий, увеличение нормы жилой площади в двух раза, 36 КВМ. Вместо 18 КВМ – оборудование жилья и придомовой территории в соответствии с индивидуальной программой реабилитации за счет государства. Два предоставления социального жилого помещения постановка в очередь на вселение в квартиру по договору социального найма, даже при проживании в доме для престарелых или в сиротском приюте. 3. Бесплатный участок земли предоставления земельного участка по ДЖС, индивидуальное жилищное строительство или садоводство. 4. Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, 4 компенсация 50% стоимости ЖКУ только на коммунальные услуги, которые потреблял сам инвалид, за членов семьи, проживающих на той же площади, придется платить без скидки. 5. Скидка 50% на квартплату сперва вносится плата, потом половина средств возвращается на банковский счет льготника. 6. Медицинские льготы 6. Скидка от 50 до 100% на лекарственные препараты и медицинские приборы только те, на которые выдан рецепт лечащего врача, выдаются в социальных аптеках. 7. Зубные протезы без оплаты список стоматологий, оказывающих услугу за счет бюджета, указывается на сайте Минздрава РФ. Также можно получить компенсацию, если протезирование было оплачено самим инвалидом. Если льготник сам оплатил протезы из фарфора, металлокерамики, драгоценных металлов, ему будет выплачена компенсация в размере, который соответствует стоимости недорогих протезов. 8. Бесплатная путевка в санаторий или здравницу в порядке очереди, только в пределах Российской Федерации. Транспортные льготы 9. Право бесплатного пользования общественным транспортом внутри города только в том случае, если инвалид, не может сам передвигаться, не видит или плохо видит. 10. Бесплатная парковка на специальных парковочных местах со знаком 11, бесплатный проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно к месту постоянного проживания. Приобретается билет на поезд. Если отсутствует ЖД-сообщение на самолет, льгота предоставляется не более одного раза в год. 12. Право на стоянку автомобиля под запрещающим знаком действует в любом городе РФ, 13. Пользование междугородным транспортом со скидкой 50%, возможность пользования скидкой зависит от сезона. В период с 1 января по 15 мая в любое время неограниченное. Количество раз, в другие месяцы один раз в год в оба конца. Налоговые льготы 14. Освобождение от уплаты имущественного налога только на один объект недвижимости, принадлежащий инвалиду первой группы на правах собственника. 15. Скидка по уплате налога на транспорт 50%, только в отношении одного транспортного. Средство мощностью до 150 литров. С. 16. Налоговый вычет 500 рублей в месяц, 17. Вычет по НДФЛ для опекуна до 12 тысяч рублей в месяц, льгота на юридические услуги 18, полное освобождение от уплаты госпошлины за рассмотрение заявлений в суде, 19. Скидка на оплату услуг нотариуса в размере. 50% трудовые льготы, 20% сокращенная рабочая неделя, 35 часов, с сохранением полной ставки, оплата, будто инвалид работает 40 часов в неделю, 21% увеличение минимального ежегодного отпуска до 30 календарных дней, вместо 28-22% освобождения. От работы сверхурочно, в ночную смену, в выходные и праздники, если инвалид оставит письменное согласие работодателю, тот вправе привлечь его к таким работам. Если сам инвалид пожелает работать на таких условиях, ему достаточно дать свое письменное НТО-согласие. Социальные льготы, 23, социальное обслуживание на дому, вне очереди 24, зачисление ребенка родителя инвалидов доу, без ожидания очереди по месту постоянной регистрации, не в частный детский сад, 25, прием ребенка родителя инвалида без очереди. В поликлинике внеочередной осмотр специалистами и выдача регистратуры эталончика распространенные ошибки по теме, какие федеральные льготы есть у инвалидов второй группы. Ошибка. Инвалид второй группы, утративший здоровье во время аварии на Чернобыльской АЭС, полагает, что имеет право на вычет по НДФЛ в размере 500 рублей в месяц. В том случае, если человек стал инвалидом по причине радиационного воздействия во время боевых действий, в период ВОВ и при некоторых иных обстоятельствах, размер вычета по НДФЛ увеличивается до 3000 рублей в месяц. Ошибка. Инвалид второй группы полагает, что ему не полагается скидка 50% на оплату коммунальных услуг, поскольку у него не установлены приборы индивидуального учета потребления ЖКУ. Это не так. В том случае, если в квартире льготника нет счетчиков на воду, свет и газ, компенсация рассчитывается исходя из региональных норм потребления коммунальных услуг из расчета на одного человека. Ответы на часто задаваемые вопросы по теме, какие федеральные льготы есть у инвалидов второй группы. Вопрос. Я инвалид второй группы, проживаю с супругом и дочерью. Я имею право на скидку 50% по оплате коммунальных услуг. У меня нет задолженностей, я оплатила последнюю квитанцию полностью, но размер компенсации, начисленный мне на карту, не соответствует 50% стоимости услуг по квитанции. Как так? Ответ. Когда рассчитывается компенсационная выплата, во внимание принимается количество жильцов в квартире. Скидка предоставляется исключительно на вас как на инвалида второй группы, а жилищно-коммунальные услуги, потребленные членами вашей семьи, оплачиваются на общих основаниях. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон Центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok